Редактор субтитров А.Семкин Решили выяснить, кто же из них круче В новом Самом драйвовом Самом грандиозном Самом масштабном И самом эпичном сезоне Орла и Решки С премиальной картой Мастеркард. Мой уикенд всегда на высшем уровне. Доброе утро, дорогие друзья. С вами Орел и Решка. С вами Орел и Решка и это болтушка, которую я подцепил только что в самолете. Настя, расскажи нашим уважаемым друзьям, куда мы прилетели с тобой. Уважаемые друзья, мы с Андрюшей прилетели в Португалию, а именно в город Порту. Это шикарный город, который всем нам подарил португальский язык Настенька. И что еще? Портвейн. Я мощнейше планирую с ним познакомиться. Очень тесно и близко. Да, но я думаю на 100 баксов как-то особо портвейна не попьешь. Ой-ой-ой, не торопись, мальчик мой. Орел? Орешка. Привет, Порту. Подержишь интригу? Ёлки-палки. Ну как ты будешь синим вот этим вот чудом ходить? Настя, видит Бог? Я не хотел. Правда, я не хотел. Я надеюсь, что у них в Фонтане есть монетки, которые я насобираю, мне хватит на пару стаканчиков. Боже, а что-то блестит. Ой, это шикарный автомобиль. Ой, а там и отель. Боже мой, стойте. Я не против дать ему возможность под старость и лет хорошо пожить. Пускай идет, пускай. Че, я молодая, я еще вот так вот умею. Оп. И монеточки в бассейне поищу, да? Угу, никто монеточки здесь не кидает, да? Ну ладно, ничего страшного. Нормально, нормально. Порту – второй по величине город Португалии. Но, ребята, размер ведь не главное. Главное, чтобы отдых в нем был хорошим. И кажется, уикенд здесь мы запомним надолго. Доллары на евро обменяла. Можно уезжать из аэропорта. Доллары на евро обменяла. Можно уезжать из аэропорта. Можно двумя бюджетными способами. Это метро или автобус. Автобус все-таки дешевле, так что едем на нем. А пока Настя трогается, я уже лечу на всех парах. На только что арендованном, новеньком. Мерседесе GLC 250. Дизель. Легком внедорожнике комфорт-класса. Ух, педальку, конечно, нажимаешь, она едет. Хорошо, комфортно. Мерседес, ребята. Комфортно в нем все. Просторный салон, куча электроники, типа круизы, климат-контроля, датчики света, дождя, а также парктроника, который сам скажет, где можно проехать, а где нельзя. Ну и, наконец, скорость. Да, в таких машинах, конечно, скорость не ощущается. Такое ощущение, что еле плетемся, что 70 просто едем. Потом на спид-доме так, оп-о-о-о, 170, ладно. В тот случай, когда все равно какие указатели по скорости. 90, 120, буду топить. Штрафы пусть приходят. Штрафы буду оплачивать не я. Но главное, на этом массивном внедорожнике я с легкостью смогу ездить и в городе, и за городом. И вообще, где захочу, там и буду ездить. Полчаса на автобусе, и я в городе. И вот мое первое впечатление о Порту. Друзья, чтобы вы понимали, слева от меня это не пробка, это парковка. Точнее, парковка вот там вот, а это, я так понимаю, люди выстроили машину во второй ряд. Ну потому что, ну потому что, а куда же их еще ставить? Просто тут полный ЕКХ. Еду как хочу и СГХ. Стою где хочу. СГХ, ЕКХ. Ох, ребята, как тут узко, это просто, ну приходится смотреть. При том, что парктроник у меня есть, и вот он пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мне кажется, если бы он мог говорить, парктроник, он бы мне сказал, эй, ты дятел, я тебе говорю, тут узко, не едь. Все, все, не пищи, не пищи. Поставили свои машины все. Ох, ребята, не пищи, парктроник. Просто он пищит, бедный. Вот каждый раз я себе говорю, причем езжу, путешествую, что большие машины для Европы – это никуда не годится. И сейчас я тоже взял большую машину. Ну правда, я взял машину большую с конкретной целью – ехать за город. А здесь она вообще не подходит, ребята. Здесь нужна маленькая тачка. А пока Андрей думает, что ему делать с его комфортным мэрсом, я уже в самом центре Порту. Ну, как говорится, город сам себя не посмотрит, поэтому не теряем ни секундочки и полный вперед. А симпатично, кстати. Порту – один из самых древних городов Европы. Ему стукнуло уже 1133 года. Но Порту, как выдержанный портвей, с каждым годом становится только краше. Все эти потертости фасадов, старинные черепичные крыши и величественные мосты через реку Дору только придают городу шарма и романтичности. Ну очень-очень вдохновляющий город, друзья. Я даже не помню, когда я последний раз испытывала такой спектр эмоций. И вы знаете, я бесконечно рада все-таки, что здесь я гуляю с рюкзачком. Ну потому что здесь нельзя не гулять. Ну какая машина! Пешочком, пешочком и еще раз пешочком. Владельцу безлимитной карты не пристало ходить пешком, а пристало менять машины. Встречайте местное изобретение – гоу-кар. Эти трехколесные небольшие машинки были созданы португальцами. Сделаны они специально для туристов, чтобы те и город посмотрели, и свои машины на узких улочках не угробили. Определенная романтика есть вот в этих автомобилях. Чувствуешь себя настоящим туристом. Едешь, смотришь по сторонам таким маленьким, но свободным. Ну вот теперь в порту давай знакомиться. Вот прямо сейчас я проезжаю по одному из самых красивых мостов Португалии. Мост Понти де Дон Луиш. Это трехтысячетонная 375-метровая металлическая конструкция, сделанная по проекту Густава Эйфеля – творца знаменитой Эйфелевой башни. По задумке инженера, мост имеет два уровня. По верхнему курсируют поезда, по нижнему – автомобили. И оба открыты для пешеходов. Как красиво. Да только посмотрите на эту красоту. А вот и следующая достопримечательность Португ. А вот это здание тоже одно из знаковых строений в городе. Башня Глерегуш называется. Во-первых, оно очень красивое, особенно фасадная его часть. И во-вторых, 75 метров высота. Изначально Клерегуш построили как католический храм. Но благодаря своей высоте он начал служить для местных и гостей города еще и маяком. Его видно с любой точки города. Поэтому если вдруг вы потерялись, ориентируйтесь по этому зданию. И наконец, главная особенность Порту, да и всей Португалии. Очень здорово, когда едешь. Обратите внимание на дома. Они обшиты плиткой. Причем разноцветно. Есть желтая, есть синяя, синебелая. Это Азулежо. Это национальное достояние Португалии. Потрясающе выглядит. Очень красиво. Традиции Азулежо уже около 600 лет. Кроме декоративной, эти плиточки выполняют еще и практическую функцию. Защищают стены домов от плесени. Дорогие друзья, обратите внимание на это прекрасное здание, которое полностью покрыто плиточками Азулежо. И как вы можете видеть, ни одна не отпала. А все почему? Потому что здесь о этих плиточках кропотливо заботятся. Более того, даже сделали банк специально для них. Пойдемте же посмотрим, что это за банк. Банк материалов – это специальное место, где бережно хранятся подержанные плитки Азулежо. Для туристов это местонаходка. Ведь можно бесплатно прийти и рассматривать старинные плиточки. А вот здесь, кстати, можно лицезреть плиточки 15 века. Очень удобно и примечательно для таких любознательных туристов, как я, что плиточки и таблички можно достать и посмотреть подробнее. Ну просто очарование, Сонечка, посмотри. О, это я. 1 января на горку бегу. Или в магазин. Но местные приходят сюда по делу. Вкратце рассказываю. Здесь хранятся плитки, которые приносят люди, которые, допустим, разобрали свой дом. А также здесь их могут приобрести люди, которые только строят свой дом. И это все абсолютно бесплатно. Для удобства все плитки в банке сгруппированы по цвету или рисункам. И человек, знающий, всегда найдет то, что ему нужно. Но просто так взять плитку нельзя. Это работает при условии, если вы приносите проект. То есть просто прийти и сказать, да, я строю, дайте, не получится. Нужно обязательно иметь при этом доказательства. Слушайте, вот бы у нас вот так было, да? Хочешь построить себе дом и причем украсить его какими-то необычными старинными артефактными плитками? Вот так вот пришел в банк, выбрал, взял и украсил. А у нас что? А у нас ничего. Что за деньги? А я тем временем вернулся за руль своего мерседеса и отправился за город. Отправился, чтобы посетить один из лучших ресторанов региона. Касса де Чадабоа Нова. Он расположен на берегу Атлантического океана. В здании, которое само по себе достопримечательность. Этот домик необычной формы на скалах символизирует слияние города и природы, за что назван национальным памятником архитектуры. Но главная фишка этого ресторана даже не здание, а его шеф-повар. Руи Паула. Настоящий маэстро кулинарии. Обладатель звезды Мишлен. Эксперт международных конкурсов. И вот уже восемь лет судья известного кулинарного реалити-шоу в Португалии. И многие туристы приезжают в Порту только ради того, чтобы отведать его кулинарные шедевры. Такое интересное меню. Видите, один листочек, 21 позиция. Вы можете заказать себе либо сразу 21, если вы, наверное, очень голодны. Можно взять 12 или 6. И вот самое интересное, что когда вы заказываете 6 или 12, вы никогда не знаете, что именно вам принесут. Вот такая фишка. То есть шеф сам решает, что он подаст. Первое блюдо. Эклер с муссом из мидии цветной капусты, украшенный пищевым золотом. Вкусненько. Вообще не десерт, конечно. Когда выглядит это как десерт, как только попробовал, цветная капуста отчетливо слышна. И вот этих маслсов, непосредственно мидии практически не было слышно. Поэтому я бы, наверное, переименовал бы это в эклер цветной капусты. Никого нету? Второе блюдо – алая креветка с морковно-имбирным пюре. Какая нежная креветка. Классно с имбирем. Очень вкусно. Такая сладкая пюрешечка еще. Третье блюдо – овощи с лобстером и кальмаром на гриле. Ну и прям очень вкусно. Прям с дымком. При тебе это пожарили. Вот это вот привкус дымка такой очень хороший. Мне нравится. Блюдо номер четыре – кальмар с рисом и винным соусом. Это некий рулетик. Видите, там внутри начиночка. И это пипецко вкусно, друзья. И кальмар. Во многих местах, когда заказываешь, очень любят кальмар сильно зажарить. Здесь масла вообще не чувствуется. Вообще. Очень хорошо и мягко зашел кальмар. Прекрасно. Блюдо номер пять – эклер под названием дежавю. Очень классная штука. Принесли то же самое. Я же, естественно, слушай, ну я как бы заказывал, что у тебя с памяти. Он, да нет, дружище, это как бы то же самое, только вот это уже десерт. Там у тебя сладости внутри. А именно мусс из малины и фрукта личи. В эклере обычно стандартно, там же, да, сгущенка. Очень-очень сладкая, притерная. Здесь добавили такое кисленькое, здесь перемешку, по-моему, да? Нет. Исключительно вот такой кисленький мусс. Фруктовый. Обожаю. Очень кисленькое, очень классное, освежающее. И, наконец, апогей этой кулинарной феерии – десерт «Карусень». Бисквит с кремом из бразильских ягод асаи, шариком лимонного сорбета, сладкой ватой и ягодами. Все очень красиво, все точечно подобрано для детей. Я бородатый уже ребенок, но в душе все равно ребенок. Мне это нравится. Начну со сладкой ваты, вот так просто возьму и съем ее. Очень классно. Она у меня тает во рту и стреляет. Слышите? А теперь пробуем бисквит. Какая вкусная начинка, ребята. Тоже очень кисленько, с солетом. Ой, знаете, хорошо. Хорошо, но я вот всячески думал, что я наемся шестью блюдами, шестью позициями. Но нет, мне кажется, идеально двенадцать. Я заказал шесть. Я прогадал. С городом познакомились, пора знакомиться с его традиционной кухней. Друзья, местная кухня очень простая, но надеяться на то, что Андрей Бедняков со своей, прости господи, карта не расскажет, конечно, бессмысленно, поэтому я все беру в свои руки. Я пришла в кафешку попробовать портуанское блюдо под названием трипаш. А вы зовут меню ван трипаш. Сейчас увидите, что это за трипаш, но я в принципе тоже. Но попробовать стоит, потому что местный, так сказать, деликатес. Спасибо. Понятно, прикольно, молодши. Трипаш, да, говорит, попробовать надо? Оказалось, что трипаш – это рагу из коровьего желудка с белой фасолью и копченой колбасой. Подается с рисом, украшенным маслинами. Но я, конечно, очень люблю быть ведущей Орла и Решки и благодарю Господа за такую прекрасную должность, когда я путешествую по красивейшим странам и ем всякие вкусности, да? Супер! Скорей бы все съесть до последней крошки. Еще и оливки, которые я ненавижу. Маслины. Кто вообще любит маслины? Тем не менее, трипаш – легендарное блюдо в порту, которое здесь едят на протяжении уже шести столетий. В Португалии ходит легенда, что однажды человечек пошел завоевывать другие земли, и люди, конечно же, поверили в него и начали в поход ему отдавать мясо, скот свой резать и все мясо ему отдавать. А самим, чтобы не умереть с голоду, соответственно, что они ели? Кишки, головы, языки и все прочее. Конечно же, человечек земли новые не завоевал, а вот традицию великолепную в Португалии оставил. Начну сразу с потрохов. Это вообще что? Я не понимаю. Это так, чтобы я могла вот это вот, да, как книжечку открыть и такая… Так, каким бы языком мне сегодня полакомиться, давайте пролистаем. Зачем это вообще есть? Я не понимаю. Попробую, что уж. Короче, если не смотреть вот на это, а просто это жевать, то, по-моему, эта штука безвкусная, и она больше пропитана вот этим бульоном здесь вот, да, говяжьим. Не поняла ее вкус, больше пробовать не буду. Для меня она показалась безвкусной, и бог ты с ней, слава богу. Прекрасное блюдо, всем советую, просто великолепное. Но самое лучшее, что в нем есть, мне кажется, и в принципе, как его можно есть, это вот берем, набираем отсюда вот бульончик, поливаем им очаровательный рисик, посылаем прогуляться вот эти вот маслины вот туда вот в эту мясную просто тусовочку, да. Вот так вот это все оставляем, ложечкой набираем и чудотворным образом поглощаем. Великолепно. Друзья, если вы не гурманный экстремал, то я вам советую здесь пробовать рыбу и морепродукты, а запивать это все благочестивым виноверде. Удачи! Ой, хорошо. Могу сказать, что с премиальной картой Мастеркард мой уикенд всегда на высшем уровне. Прости, Олег, но в аэропорту я буду отдыхать в бизнес-зале. Раз уж я по-богатому, нужно брать по максимуму. А я решил показать вам еще одну достопримечательность в окрестностях порту, для чего снова попенял свой транспорт. Я арендовал себе частную лодку, чтобы полюбоваться красотами долины реки Дору. Очень здорово, когда есть бабло, когда ты можешь сам арендовать для себя лодку, катер, сесть и спокойно наслаждаться. Хорошее теплое солнце, пейзажи, зелень. Прекрасно. Долина реки Дору – это почти 900 километров изумрудных холмов, с древних времен засаженных виноградниками. Для выращивания винограда здесь идеальные условия – теплый климат, умеренная влажность и, главное, крутые склоны, что помогает солнечным лучам лучше прогреть почву, а самому винограду налиться сахаром. Благодаря этому долина реки Дору стала главным винодельческим регионом Португалии. Здесь производят сотни тысяч литров вина из 165 сортов винограда. Но главное, только в этой долине создается известное на весь мир крепленое вино – портфель. И раз уж я здесь, я не упущу возможность остаться в долине и познакомиться с этим вином поближе. О, ребятки, самое время посмотреть, как делается портвейн. Друзьяшки, вот сразу скажу, наш дешевый портвейн и благородный портвейн из Порту – это два совершенно разных напитка. Наш портвейн – это дешевое низкосортное вино с большим количеством сахара. А настоящий портвейн делают из 29 сортов только местного винограда и только в долине реки Дору. Портвейн, произведенный в другом регионе, портвейном называть нельзя. А производят его так. Этап первый – давление винограда в сок. Вот эти резервуары, которые сейчас за моей спиной, наполняются виноградом. Вот то большое, железное – это пресс. И вон просто потом этот пресс опускается, давит виноград за доли секунды наверняка. Едет дальше – давит. Все. Этап второй – брожение. Выдавленный сок помещают в металлические резервуары. Так, конечно, оно все красиво выглядит. Смотрите, огромные такие бочки. Зеркально все чисто. Вот там внутри вино. И оно там бродит. Оно там бродит. Так и про меня продюсеры говорят, когда смотрят программу. О, кто там бедняков. Оно там бродит, что-то говорит, умничает, шутит. И, наконец, третий этап. Взбродившее вино добавляют в спирт и выдерживают в специальных дубовых бочках. Посмотрите на это. Это святая святых. Вот здесь находится портвейн. Чтобы вы понимали, в этом подвале 400 тысяч литров. Выдержка бывает от трех до сорока лет. С каждым годом цена и вкус напитка меняются. И сейчас я это проверю. Ну что, прямо сейчас я буду дегустировать портвейн. Это винтажный портвейн. То есть портвейн из винограда одного года урожая, который сначала несколько лет выдерживали в бочке, а потом оставили созревать в бутылках минимум на 10-15 лет. Дорогие друзья, знакомьтесь. Портвейн урожая 2000 года. Портвейн урожая 1985 года. И портвейн урожая 1995 года. Итак, предлагаю начинать нашу дегустацию. Начнем с портвейна 1995 года. Ух ты. Ну сладенькая. Сладенький точнее портвейн. И вот этот наиболее подходит для такой жары. Вот когда лето, жарко, он освежающий. Идем дальше. Пробуем 1985 год. Ох, тут тучи, когда ты понимаешь, что вот пару таких стаканчиков, да на жаришке, да ты в хламинку, да ты спишь на лавочке, да ты не помнишь через два часа, как тебя зовут. Вот по запаху, запах самый мягкий из всех. А по вкусу, вкус такой ядреный, хороший, насыщенный. Ну и наконец портвейн 2000 года. Самый молодой портвейн. Очень легкий, сладкий, приятный вкус. Но мой фаворит по запаху 85-й год, а вот по вкусу 95-й. Как жаль, что нельзя объединить запах этого портвейна, а вкус этого. Я подумаю. У меня же карта, она творит чудеса. Пожалуй, возьму себе бутылочку. Вот эту, например. 8500 евро на секундочку. А там где 8500 евро. И карта? Что? Портуанцы настолько гордятся своим портвейном, что даже открыли винный хостел. Туда-то мне и дорога. Слушайте, да это, по-моему, идеальное место для Настюшки Ивлеевой. Куда ни поверни голову, везде пробки-бутылки. Осталось еще здесь музей картошки. Открыть это будет рай просто для меня. Друзья, посмотрите на ресепшене. Над головой этой святой женщины висит прайс. Чтобы постояльцы далеко не ходили и прямо здесь начинали знакомиться с местными винами. Что ж, а теперь с приподнятым настроением идем смотреть номер. Сам хостел находится в старинном здании, которому более ста лет. При его оформлении дизайнеры постарались сохранить первоначальный вид постройки, оставив роскошный резной потолок со стеклянной крышей. А вот и мой ночлег на сегодня. Общий номер на шесть мест. Друзья мои, ну это же какой-то совершенный, прекраснейший тост. Вы только посмотрите, это, наверное, один из лучших, просторнейших, романтичных хостелов, которые я когда-либо видела за время путешествия с Решкой. В моем распоряжении кровать со свежими полотенцами, шкафчик с зеркалом для вещей и вентилятор. Ну а вид, два балкончика, у-ля-ля. Дорогие мои друзья, я с бокалом прекраснейшего, местного, вкуснейшего портвейна, смотрю на центр города и просто наслаждаюсь. Тоже мне диковинка, винный хостел. Я, например, буду жить в уникальном винном бутик-отеле. Винный отель – это отель со своим виноградником, своим производством вина, со своим винным погребом и десятью люкс-номерами в виде настоящих винных бочек. Смотрите, какой интересный ключ. Ох, прикольно, смотрите. Да? Такая аллейка и десять бочек вина. Класс. Десять бочек вина. Так и указано в графе гонорар за сезон у Насти Ивлеевой. Ну что, добро пожаловать в мою бочку. Ну здравствуйте. Вечер в хату. Вот и все. Вот такой номер, да? Номер в винном бутик-отеле представляет собой одну комнату с деревянными стенами, круглой кроватью и телевизором. В принципе, я другого не ожидал, когда я посмотрел на эту бочку. Хотя где-то у меня в подсознании была надежда, что я сюда зайду, а тут будет еще вход вниз на 4 этажа со своим бассейном, вертолетной площадкой и футбольным полем. Но нет. Ну знаете, это как раз тот случай, когда ты платишь не за размеры, а за антураж. Ну и самое крутое в моем номере – это панорамное окно и небольшая терраска на заднем дворе. Должно как-то открываться, ребята. Конечно, это очень необычно. И ты вот задумываешься, сколько еще в мире вот таких необычных отелей. Не просто ты приходишь в номер, он огромный, у тебя там по кнопке открываются шторы, огромный телевизор, мягкая кровать. А вот необычные, классные, уникальные номера с идеей. Мне здесь нравится. Вечером все путеводители в Порту советуют отправиться на побережье Мирамар, где можно встретить самый красивый закат в округе. Побережье Мирамар омывают холодные воды Атлантического океана. Здешние бури и штормы бывают настолько сильными и разрушительными, что для их успокоения здесь 300 лет назад построили часовню Сеньор де Петро. В переводе – владыки камня. По легенде, часовню возвели на волшебном камне, который чудотворным образом излучал свет, спасая тем самым из шторма моряков. Сейчас часовня владыки камня свет не излучает, но все равно считается местом силы и лучшей смотровой для наблюдения за заходом солнца. Обалдеть! Закаты – это, конечно, всегда романтично и этот закат не исключение. Если бы не одно «но». Друзья, здесь очень и очень ветрено, от этого очень холодно. Поэтому, если все-таки придете сюда провожать солнышко, обязательно возьмите теплые вещи и шапку. Ну что, мои сладкие? Я бы даже сказал полусладкие. Ваш портвейн трясти двухлетней выдержки? Куда ты лезешь обутой на кровать, блин? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну что, друзья, обойны ночи. И, как говорится, бокалы портвейнычи, перед сладкими с ночи не повредичи, камеру отверничи. Спать и ложить чуть-чуть. Ну я португальский еще не так хорошо выучила. Ну какие мои годы. Главное, что английский в идеале знаю. В путешествии так хочется все успеть и при этом выглядеть безупречно. Сухой шампунь не вея три в одном. Только он так освежает волосы и придает классный объем без мытья головы. Всего пару минут и я готова. Новый день и он обещает быть прекрасным. Бон диа, пипл. Ну как говорится, завтрак сам себя не съест, а Португалия сама себя не посмотрит. Приступить к выполнению. В моем хостеле завтрак стоит 2,5 евро. Работает по типу шведский стол. Набирай, что душе угодно. Прекраснейшее утро, я считаю. Утром второго дня я оседлал свой мерседес и отправился за город. Ну что, наконец-то ваш Андрюшка использовал машину по назначению. Не буду кататься по узким улочкам, а я поехал в горы. Я приехал в парк Сера Дай Штрелла. Это самый крупный парк Португалии. Площадью, только представьте, 100 тысяч гектаров. Вдоль него извиваются дорожные серпантины, пешеходные дорожки длиною в 375 километров. А раскинулось это все великолепие на самом высоком горном массиве Португалии. Его вершина гора Торре высотой 1993 метра является самой высокой точкой континентальной Португалии. Но приезжают сюда не ради этого. В глубине парка находится озеро с таинственной воронкой Кован Дос Кончос. Одни говорят, что это вход в потусторонний мир. Другие, что это секретная база инопланетных кораблей. А третьи – вход в засекреченный дворец масонов. В общем, сразу туда и отправлюсь. Я тоже решила выехать за пределы города и показать вам еще один парк – Пенеда Жереш. Это единственный национальный парк Португалии. Под охраной у государства находится 70 тысяч гектаров первобытной природы. Как и миллионы лет назад здесь почивают гранитные скалы. На их склонах дремлют дубовые и сосновые леса. А в долине неспешно извивается река Лима. Слушайте, ну прям просто топчик. Офигенно. Вот эта вот речушка, она, конечно, создает контент. Очаровательно то, что здесь вообще нет практически людей. И вот стоишь на камне, наслаждаешься этим великолепием. Огромное, огромное количество лесов, деревьев. Такой простор просто невероятный. Обалденно. Ну, друзья, помимо красивых мест, здесь есть еще и интересные. Поэтому не теряем ни минутки и отправляемся их смотреть. Классная машина. Классная машина, но я вынужден с ней расстаться. Мы не подходим друг другу, потому что дальше я, человек с картой, должен идти ножками. Самую малость, чуть-чуть. 5 километров. Дамы и господа, сейчас хотелось бы представить вам эволюцию человеческой походки в горах. Итак, первые 50 метров. Класс, красиво. Давайте быстрее. 200-300 метров. 600-800 метров. Класс. Красиво. 1200-1500 метров. Еще долго. Сейчас чуть-чуть отдохнем. Симпатично. 2500 метров. Сейчас, сейчас. Я поддаюсь вам. Сидите просто. Сейчас мне 5 минут, я буквально вас. И вас догоню. Это просто маневр такой. 3500 метров. Нахрена я поперся вообще сюда. Сидел бы он дома. Смотрел бы телек. Вот еще и есть, как назло захотелось. А перекусить нельзя, когда захочешь. Тоже мне ни одного Мишленовского ресторана не открыли. Ни одной кафешки. Не поставили армена с мангалом. Шашлыки тут. Ну как-то неправильно. Будем сейчас выкручиваться. Есть-то хочется. Иди сюда, мой хороший. Иди сюда. Так. Я любитель природы. Есть я не буду. Помимо густых лесов, в парке также есть красивенные водопады с лагунами. Один из которых получил название Таити. А вот, друзья, и португальское Таити. Говорят, местные прозвали его так. Из-за теплой и кристально чистой воды. Для них настоящий Таити далеко. Океан холодный, а этот водоем – идеальный вариант, чтобы искупаться. Чем планирую заняться и я. Только оно там, а я здесь. Оно низко, а я высоко. Поэтому что? Добираемся. Класс. Специальной тропинки нет. Спускаться нужно по крутым дорожкам и скалам. Честно говоря, я не ожидала, что впереди меня ожидает такое добирание до этой лагуны. Но я думала как. Все, дошла, доехала, пару шагов сделала и вот ныряй себе, не хочу. А тут такой хайкинг просто. Это же мне еще обратно наверх подниматься, друзья. А еще это немножко опасно, потому что тропы достаточно извилистые, очень резко уходят вниз и можно, конечно, очень сильно упасть. Ну наконец добралась. Теперь у меня появилось новое детище и новое имя. Я больше не Настюшка-опасность, я Настюшка-паркур. Звучит музыка, писали… В общем, спустя час я все-таки дотопал к своей цели. Озеро Кован-Доскончос с его загадочной воронкой. Оказалось, из-за жары воронка озера высохла. Говорят, что здесь зимой или весной больше воды. И вот если представить, что больше воды и вода стекает вот в этот кратер, то тогда, я думаю, выглядит это более симпатично. Хотя куда еще более симпатично, я не знаю. Да и кроме того, вся таинственность воронки не что иное, как туристическая замануха. На самом деле, озеро искусственное. Водоем соорудили для обеспечения региона питьевой водой и электричеством. А дыра – это просто водослив, который набирает лишнюю воду и по подземному тоннелю отправляется в другой искусственный водоем, который расположен на уровень ниже. Ребята, фантастика. Пойдемте дальше. Пойдемте назад. Слушайте, ну просто великолепно. Если бы не такое количество туристов, вообще цены бы этому месту не было. Ну, мы на это закроем глаза и пойдемте купаться. Она просто ледяная. Такое ощущение, что просто все морозильники мира здесь. Но оказалось, что в это время года вода в португальском Таити не такая уж и теплая. Ребята, вы не понимаете, температура воды насколько холодная. Я не знаю, какая это температура, но это Арктика или Антарктика, где льды. Я там тоже не была, но могу предположить, что там тоже так же холодно. А вспышать невозможно, просто невозможно зайти, втянусь. Ощущение такое в воде, как будто колет тысячи иголок, миллионы иголок колет, все, тело. Все, друзья, я это сделала, в ледяную воду зашла, искупалась, галочку себе поставила, пойду, лучше позагораю. Ну что ж, очередные 100 долларов будут спрятаны для вас на самой высокой точке Португалии. Португальскую бутылку со ста баксами мы решили спрятать в парке Сера де Штрелла на вершине горы Торре. Там, на лужайке, под одним из камней и лежит клад от Орла и Решки. Три куста посредине камня, там бутылка. Помимо потрясающей природы, дорогие друзья, в этих местах обитает уникальное животное – выхухоль. И я собираюсь ее найти и увидеть своими глазами. Но в этом мне поможет выхухолеискатель. Держись. Выхухоль – это небольшой, полукилограммовый зверек семейства коротовых. С мелым продолговатым носом-хоботком и длинным чешуйчатым хвостом. Живет в норах и питается всем, что под лапа попадается. Находится под угрозой исчезновения и строго охраняется. Здесь выхухолей нет. Это козлиная. Выхухоль! Саша, я вообще-то сейчас не ищу выхухолей. Это мое личное время, пожалуйста, убери камеру. Ну что, друзья, что уж скажешь, выхухолей я так и не нашла. Может быть, получится у вас, но определенно они здесь водятся. Главное, наверное, это терпение и чуть больше времени. А у меня его, увы, нет. Знакомство с Порту – будто дегустация хорошего портфейна. В нем нравится все и цвет, и аромат, и послевкусие. Но главное – остается желание вернуться и попробовать еще раз. Выхухолей! Эй, ты дятел! Я тебе говорю, тут… Просто топчик. Все! Боже, меня люди не обманули. Я ходил по набережной и спрашивал, где же самая талантливая ведущая в мире? Где же эта красавица? Где же, где же, где же? Но почему-то я пришел и нашел тебя. Настя, привет. Андрюша, здравствуй. Ой, а я смотрю, ты уже давно меня тут ждешь. Конечно, это же родина портфейна. И ты знаешь, я не буду обращать внимание на твои колкости и выходки. Я тебе скажу так, природа в Португалии невероятная. Город удивительный. Просто мне кажется, всей памяти твоего телефона не хватит, чтобы отфотографировать каждую часть этого города. Просто прекрасно. Ну а пока Настя думает, что на телевидении, как и в ютубе, время резиновое, друзья, я хотел бы вам сказать, что Порту – это как хороший, крепкий портфейн. С возрастом он становится все вкуснее. Как и я, понимаешь? Вот мне 32, а я все вкуснее и вкуснее. Не то, что молодой шмурдяк. Пойдем. Подожди, Андрюша, Андрюша, вопрос. Вопрос. Если у меня не получилось, то ты должен, ты должен найти Выхухоль. А мы увидимся с вами в следующем городе. Настя, тот случай, когда Выхухоль дал мне очки и ушел. Настя! Смотри, паркур, техника паркура. Слушай, а за 6 лет изменилась программа. Чем вас кормят тут? Чихофо! Чихофо! Пойдем, пойдем, Андрюша. Пойдем, 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 пойдем!